Друзья, это видео о том, как пять питомцев, на данный момент пока я знаю только о пяти, отправляются в свои новые дома. Исторический момент начинается здесь, на ЖД вокзале города Смоленск, потому что мы идем покупать билет к коту Бармалею. Он у нас отправляется в город Киров, щенулька у нас отправляется в Химки из Сафоново, бездомная щенулька. Сейчас она живет на улице, завтра мы ее забираем в Сафоново, везем в Химки. Кто еще у нас? Слабовидящая Мася и плоховидящий Тихон. Я сейчас буду заговариваться уже вечер. Они едут в город Клин и Буся у нас едет в Тверскую область, но передадим мы ее тоже в Москве, около Химок. Поэтому завтра, сегодня мы берем билеты, а завтра мы уже пакуемся, выезжаем, всех везем. И, возможно, еще поедет маленький котенок Юнга. Я очень надеюсь. Сейчас общаемся с девушкой, но пока не загадываю. Заявление об оказании услуги по перевозке домашних животных в купе для перевозки багажа в качестве груз-багажа на особых условиях. Бармалео. Мой кривой почерк, друзья, извините. В общем, купили мы билет для Бармалео. Он вот там внутри. Все, завтра отправляемся в путь. К счастью, он будет у него не длинный. Он сядет в 23.20 у нас в поезд и в 14.26 он уже приедет в Киров, где его будут встречать новые хозяева. Итак, друзья, наступил этот замечательный день. Замечательный, давай назовем, замечательный день. Вот, у нас едет Юнга, мы все думали, как его назвать, отправочный, развозочный, потому что все едут по домам в разные места. Юнга едет у нас в Москву и к Екатерине, к нашей доброй знакомой приюта. Мы уже давно знакомы. Мася едет у нас в Клин. Вот это переноска у нас стоит. Это прислали специально для Буси. Сейчас мы ее соберем. И вообще должен был еще поехать Юлий, но так как у Юлия пока спицы в лапах, Юлий не едет. Мы даже еще не видели, что там за переноска, но я думаю, переноска как переноска. Для Буси, мне кажется, вполне очень даже хорошая размер. Все время в тапочках выглядит, но я ее как по-домашнему сразу видео такое становится в тапочках. В общем, вот такую переносочку эту прислали Буси и такую же и Юлия. Но и Юлия остается, повторюсь. Получается у нас Юнга в Москву, Мася в Клин. Эта переноска собирается. Мы едем в Москву. Дальше Буси у нас едет в Тверскую область. Кто кричит? Что? Что такое голодные? Потому что все. Да, Бармалеус у нас сегодня отправляется в 23 часа в Киров поездом. Красавчик. Вот она наша бусинка. И вот Тихон едет с Масей в Тверскую. Куда в Тверскую? В Клин. Все, начинаю путаться в Клин. Наш красавчик едет. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять, да? Правильно? Правильно. И по пути сейчас в Сафоново забираю собаку. Ну, как собаку. Это начинающая жизнь. Прекрасное существо. Маленький щенок. Ее забирают в Химки. Наш друг приюта Рима размещал пост о том, что ее нужно пристроить. Потом пост о том, что нужен волонтер до Химок. И вот так все сложилось, что мы отвезем в Химки. Ворон, тебя, к сожалению, пока никто не забирает, солнышко. Но он очень-очень хочет домой. Сафари очень-очень не хочет домой, поэтому мы ее не трогаем. Так, дикарка. Ну, как бы дикарит и дикарит. Красивая, хорошая, но дикая кошка. Мы ее не трогаем. А вот ворону очень надо домой. Тем более, что сейчас уедет Тихон, Бармалей, Буся. И он, в общем-то, останется здесь один. Сафари с ним не общается, поэтому можно сказать, что один. Пишите, звоните. Ворону тоже в любой город России доставим, придумаем. А этих троих забираем, упаковываем. Массю уже забрали. Здесь у нас еще ищет дом Китти. Красавчик пока условно ищет дом, потому что все-таки глаз придется удалять. Он у него подгнаивается. Появилась такая неприятная штука на роговице глазу. Глаз точно надо удалить, чтобы он его не тревожил. И красоточка пушистая, серая Алясочка. Алясочка тоже ищет дом. Пишите, звоните, приезжайте, знакомьтесь. Вот такая вот будет у вас милая, добрая кошка дома. Люба, ты не помнишь, Аляска стерилизована? Я вот не помню. Друзья, у нас столько кошек, что мы уже всех, кто стерилизован, кто кастрирован, точно не помним. В общем, связывайтесь, а мы будем по мере запроса уточнять всю информацию. Давайте вот так. Бармалею сегодня долевец покаин, ну, собственно, как и всем. Но Бармалею это нужнее всего. Он еще поедет к нам на поезде. Красавчик. Бармалей, ты готов? Сто процентов. Невероятной красоты кот. Лоскучий. Пойдем, хватит, стирать себе щеку. Будешь об хозяйку теперь тереться. Бармалею взяли самую большую переноску у нас. Бусинка сидит в той, которую прислали. Мася сидит в той, которая у нас была. Юнга там кувыркается в своей мягкой переноске. Бармалейчик. Давай, заходите, пожалуйста. Вот тебе будет комфортно, большая переноска. Главное, не открой ее, пожалуйста. Я на тебя надеюсь, Бармалей, что ты будешь окультурную стерили. Все, готов. Бармалей, ты готов? Никогда не готов, но поехали. Так, и остался у нас Тихон. И все. И Юнга там кувыркается. Ну что ж, налили воды. Бармалею в дорогу мисочки взяли. Вот так вот опустил бокс без наших жителей. Как говорится, это место пусто. Вряд ли бывает. Напоминаю про ворона. Все, эти три клеточки сейчас мы уберем. Пациенты выписаны. Отправляются по домам. Все. А оттуда уехала Мася. А с улицы уехал Юнга. Все. Все на месте. Юнга. Это у нас кто? Юнга крутится туда-сюда. Неугомонно. Чувствую, поедет на руках. Сиди спокойно. Там у нас Тихон. Там Мася. Да? Нет, Буся. Там Буся. Там Мася. Тут Бармалин. Все. Юнга. У нас может есть еще одна твердая все-таки? Он так и будет крутиться. Ему очень хочется выбраться. Придется пересаживать. А то либо на руках ехать, либо пересаживать. Не сидите ребенку. Ну что, пересадили Шилопопину? Да, Шилопопина кувыркалась в этой сумке. Не сидится на месте. Ну, так и должно быть у маленького котенка. Свободу. Попугаем? Поехали не свободу, а дом. Девочка, куда ты поехали? Скажи, я не понял ничего. Куда я поехал? Мася. Масечка бедная. Масечка шумается. Это Бусинка. Масечка. Они все Масики. Они все маленькие, поэтому Масики. Да, Бармалелюсь. Чух-чух. Волнительно, честно говоря. Никогда еще пятерых кошек одновременно отсюда не увозила по домам. И еще по пути собаку возьмем в шестую. Так что по-хорошему волнительно, переживательно. Пока все культурно себя ведут. Да, Масечка? Все немножечко под успокоительными. Чуть-чуть. Чтобы дорога прошла не так стрессово. Так что держите кулачки. Я думаю, все будет отлично. Ну и какая может быть поездка без веселого веселья? Вот Мася едет, кричит. Тем самым разодоривая всех остальных. Масенька сейчас получила экспрессу спокойно. Поэтому она с ней успокоится. Но пока не сдается. Пока держится. Кого-то стошнило. Я сейчас слышала. И мне кажется, либо кого-то стошнило дважды. Либо стошнило двух кошек. Хотя нет никаких ни виражей, ничего. Мы едем по прямой. Потому что, наверное, Масенька всех разодоривает. Вот не люблю, когда все кошки тихие. И одна есть, которая вот едет и всех разодоривает. Начинает всем стресс устраивать. Именно поэтому мы дали всем веспокалина. Чтобы все более-менее ехали спокойно. Позвонила девушка. Сбили собаку. К сожалению, как видите, мы туда точно не попадем. Поэтому сейчас будем искать автоволонтера. Кто сможет доставить собаку в клинику. Потом к нам в бесплатную санчасть. Такое ощущение, что пахнет не только тошнотиками, а чем-то еще. Мы в Сафоново будем забирать щенка. И проверим там как раз заодно всех наших кошачьих. Ну, поездка началась как положено. Весело. Друзья, проверила. У всех все нормально. Ну вот бусинка. Она там немножко подтошнилась. Бармалей вообще спокойно едет. Все спокойно. Ты вообще там где у нас, Котей? А, тебя тоже стошнило, да? Тебе сейчас тоже уберу. Тошнотик. Там тоже. А Мася у нас сделала максимально. Программа максимум. Кричала, кричала. И в итоге сходила в туалет по-большому. Все, забираем мы вот эту красоту. Маляха. Маляха. Ты едешь из Сафоново. Куда? В Химке? Ты будешь почти московская жительница? Да. Красота такая. На пчелку похоже. Нас ждет новая мама. Какие-то маленькие щенки нынче пошли. Красота. Ну все. Не знаю, как, в переносочку ее, да? Можно в переноску. Есть переноска вот на всякий случай. Можно в переноску вставить. Ну, в принципе. Да, чтобы не мешало рулить мне. Чтобы тебе спокойно было. Если бы ехал со мной еще штурман, то да. Не-не. Знаешь... Да, я говорю, был бы штурман, можно было бы. Да, она и газа такая. Ну что, сейчас огрузим тебя. Называется пересменок. Юнге мы все поменяли. Тоже он там тошнотики сделал. Хотя сегодня не ел. Красивый. Красивый. И еще, кстати, в приюте остался его брат Матроскин и сестричка. Приезжайте знакомиться. А Юнга едет в Москву. Мася все поменяли. Юнге все поменяли. Спасибо вам огромное за помощь в этом. Тебя сейчас загружаем и мчим все дальше. Ну все, да? Да. Игрушку свою обратно забирай. Не знаю, нужна она тебе или нет, но может тебе поспокойнее будет. Сейчас мы ее вот так вот заснимем. Да, мы тоже так делали. Чтобы не открывать, он Юркий такой. Малыш. Устегает, если хочешь. Кусай, злись. Если переживаешь. Так. Все, остальные все спокойнее. Да, вот это сюда. Вот так вот так. Угу. А этот туда сейчас. Сейчас вот так. Обзор. Так, Малышка, ты пойдешь прямо. Жалко расставаться? Да. Опасно. И как это? Трепетно и страшно, да? Ну, я думаю, что даже если что-то не получится, мы всегда на связи. Мы всегда как, да, у вас с вами такие, обратно принимаем, если что. Да. Но я думаю, что все получится. Обнял игрушку наш Юнга. Все, Маляшка. Малявку поворачиваем туда мордой, чтобы они с Юнгой общались. И все. И поехали. Она нормально с котами? Не знаю, вон он сейчас ее. Может он не с котами? Может он с собаками нормально? Ну, вон он там это лапает. Она нормально. Уже пытается выбраться. Ну что, друзья, подъезжаем в Москву. Вот уже в кат практически. По-моему, Мася, если не ошибаюсь, снова завела шарманку. Ну, это такая нормальная шарманка. Она, видимо, выспалась. Все у нее хорошо. Она всю дорогу молчала. После Сафонова она успокоилась и всю дорогу молчала. Все остальные вообще тихие. Пахнущие, но тихие. Молодцы. Всем огромное спасибо. Сейчас первый едет у нас Юнга. Мы обсудили с хозяевами всеми Юнга. Дальше мы после Юнги едем, сразу отдаем гусечку. И они сразу едут в Тверскую область. Потом еду рядышком там. Заберут Тихона и Масечку. И останется у меня что? А Химки, собачка, маляха, тоже в той стороне. Скорее всего, либо хозяйка доедет, либо я доеду там буквально 5 минут езды. И оттуда мне останется на Ярославский вокзал вместе с Бармалеем. Бармалеем погуляет немножечко у меня. Не знаю, может, большую переноску его посажу с лотком, когда маляху отдадим, чтобы он хотя бы в туалет сходил нормально. Лапки размял. И дальше Бармалеем едет в Киров, собственно. И все, и получается, мы всех с вами вместе раскидаем. Огромное спасибо хочется сказать пока. За ваши репосты, за ваше участие. Потому что вот без репостов как бы люди узнали вообще об этом всем. И подписчики у нас появлялись бы, которые с разных городов. Поэтому огромное спасибо. Пусть животные из верности будут в каждом городе России. И в каждом ПГТ, наверное, тоже. Почему нет? То есть у нас больше тысячи уже пристроенных за все время существования верности. Но мы можем еще тысячи и тысячи пристраивать во все города, правда. Поэтому держим кулачки, чтобы у этих ребят все было хорошо в жизни. Едем. Сейчас будем пристраивать первого юнгу. Юнгочка у нас уже обнимается с новой хозяйкой. По-моему, он доволен. Все, отправляем домой. Будь счастлив. Береги хозяйку. Москвич. Пробки Москвы нас встретили, да, ребяточки? Вот эта переносочка уже пустая. Юнга ушел домой. Как твои дела, маляха? Маляха, что делаешь там? С Юнгочкой они общались в дороге. Ну, все. Теперь мы едем доставлять Бусю. А после Буси едет Тихон. И, Мася, поехали. Чтобы стать счастливыми домашними питомцами, надо, как говорится, преодолеть многие препятствия. Ремонт дорог – одно из них. Вторая красота. Пристроена. Бусинка. Бусь, пока. Она пока в шоке. Ничего, ничего, она сейчас в шоке, да. Дом деревенский, большой. Кот. У нас тоже есть маякун, так что я думаю, дружить будет. Но он стерилизованный у нас. Присылайте приветы, в общем, обязательно. Все. До свидания. А вы приветы от Василия присылайте. До свидания. Это выкуп за Бусю. В платке выкуп, видимо, для сладкой жизни. Передали бесплатную санчасть. Надеюсь, тут нет ничего порчи. Все, щище гостя, но вроде нету. Ждите. Отдали Масечку. Едем теперь на речной вокзал. Туда автобусом приедет девушка, следующая хозяйка, которая заберет Тихона. И отдали мы не Масю, потому что, а Бусю. Отдали Бусечку, передали в надежную семью. Это наши давние знакомые тоже. У Людмилы уже живет кот Василий трех лапой. Мы от него частенько привет передаем. И это ее друзья. Поэтому все у нас надежно, все хорошо. Сейчас едем на речной вокзал. Туда уже приезжает новая хозяйка Тихона и Маси. Бусю отдали, Йонгу отдали. Теперь едем на речной вокзал. И честно вот скажу, друзья, вообще без задней мысли, слава богу, что когда-то я ездила по Москве, потому что навигатор работает просто отвратительно. И тому, кто впервые попадает в Москву с таким навигатором, но очень и очень сложно. Я просто хоть как-то знаю эти края, и мне полегче в этом плане. Пока на двух точках, тьфу, не заблудилась. Надеюсь, и дальше пойдет так же хорошо. Пока стоим на светофоре. Светофоры здесь долгие. Хочется сказать огромное спасибо хозяевам Буси. Пожелать вам такой же сладкой жизни, какую вы передали в бесплатную весной часть. Тут термису, медовик, птичье молоко и чайный сбор. Передали девочкам, которые ухаживали за Бусичкой. Остались у нас Маса, Тихон. И где-то там, ну, Бармалея, понятно, он последний отправится. И Малявочка вот эта. Огромное спасибо за вот такой сладкий дар. Желаем вам самой сладкой жизни с вашей новой подопечной, новой жительностью семьи Масечкой. Мы ее Масе называем Бусичкой. Все, едем дальше. Я так понимаю, сладкий выкуп для сладкой жизни кошек продолжается. Вот это вот за Масе с Тихоном. Кофе, сладости. Сейчас передадим их еще. Вот хозяюшка приехала с переносками. Сейчас будем пересаживать. Это кошка в бесплатную санчасть, да? Ага. О, господи, много всего. Спасибо. Так, а наши ребята здесь у нас. Сейчас посмотрим, где у нас там кто. Кто у нас где тут? Вот он, красавчик. Ну что? Это у нас клинчане они будут теперь, да? Клинчане. Тихон, клинчанин и клинчанка Масе. Будем на связи с хозяйкой. Все, пожелаем им доброй дороги. Осталось немножко. Сейчас на автобусе девушка сядет, поедет домой, отвезет. И будем ждать приветов. Все. Вам спасибо большое. До свидания. Будем ждать приветов. До новых встреч. Вот получается фестивальные пять, вот этот дом. Фестивальные семь, вот этот. Вот наша машина стоит. Я думаю, мы сейчас вашу малышку. Пойду вот туда погуляю, чтобы она сходила в туалет, а то она тоже едет все это время без туалета. Дима, здравствуйте. Привет всем из Москвы. Пойдем, маляшка. Каляшка. Друзья, хорошая новость, отличная новость. Все, кроме Бармалея и Маляхи, иди сюда, Маляш. Иди ко мне. Иди сюда. Это не хозяюшка. Хозяюшка еще едет. Все, кроме Бармалея и Маляхи, уже разъехались по домам. Мы на речном вокзале только что передали Масечку и Тихона. Об этом всем я скомпонирую видео. Постараюсь сегодня, но не обещаю. Может быть, завтра оно будет. Вот. Вот эта красотка должна ехать в Химке. Но хозяйка, будущая хозяйка Мариана сказала мне, как-то неудобно, чтобы пойти в Химке. Хотя здесь вообще недалеко. Но в сторону Химок в пятницу всегда пробка. Поэтому Мариана едет к нам. Ей ехать 15 минут в сторону Машку. А нам ехать 30 минут. Поэтому Мариана поедет сама. Мы вот прогуляемся, сходим в туалет. А вечером, через 3 часа, получается, Бармалей садится на поезд. Поэтому Бармалеюшка пока отдыхает. Дальше я его поселю в переноску, где сидела Маляха. В этой переноске ему будет комфортнее. Там можно поставить лоток, размять лапы. Хотя ему и та переноска очень хорошо. Так что все едут уже домой. И Юнга, да? И Буся поехала, и Тихон с Масей поехали, и Малявка сейчас поедет. Вот, держите за всех кулачки. Как это сказать? Массовое отправление. Оптовое пристройство. Очень даже интересная, веселая, позитивная штука. Мне очень понравилось оптовое пристройство. Видимо, не зря все-таки и Тихон к нам вернулся. Из той семьи, куда он был пристроен. Видимо, не зря и Маляха не уехала с автоволонтером. А все копились, копились. И все же, кто уехал сегодня, договоренность была уже задолго давно. Кроме Юнги. Юнгу вчера девушка написала, что заберет домой. Но с той девушкой, которая написала, что заберет Юнгу, мы знакомы уже несколько лет. И она хорошо помогает приюту. В общем, очень помогает приюту. В плане, когда что-то очень нужно, она всегда откликается и не оставляет нас в беде. Поэтому доверие у меня к ней 100%. Не помню, назвала ли я ранее ее имя. Но она не любит публичность, поэтому не буду говорить сейчас имя. Надеюсь, что я и раньше его не называла в видео. Все. Про Маляху давно уже Римма договорилась. Про Тихона с Масси мы тоже давно договорились. И Бусинку тоже. Мы несколько дней, недель назад определили, что Бусинка едет домой. Так что все складывается, как должно складываться. Правда? Маляш. Пойдем. Пойдем, солнышко. Скажи всем спасибо за репосты. Если бы не вы. Как бы обо мне в Химках-то узнали, скажи, да? Как бы я домой-то уехала. Такая красота. Вот. Маляшенка. Господи, к ней сейчас подошла женщина, она чуть от радости не опсикалась. Что, тебе страшно? Боится. Боится. Ну, только жить начинаем, да? Мы всего еще все интересно, но всего боимся. Боится. Ну, а с людьми, скажи, я готова совсем, да? Можно общаться. Ай, какая красота у вас. Привет. Привет. Ну, отвлекаешь. Скажи, лезешь, отвлекаешь, да? А вам сколько? Четыре где-то. Мы с улицы точно не знаем. Ясно. Да? Тебе сколько? Четыре? Маляшечка. Час икс. Настал. Твой час настал, малышка. Пойдем. Вот там твоя хозяйка. Прям нам навстречу идет. Ты где? Пойдем. Ты уже ко всем подошла, людям? А к хозяйке своей еще не подошла. Вот. Вот она идет. Смотри. Пойдем. Пойдем к хозяйке. Пойдем. Улыбака. Пойдем скорее. Пойдем скорее. Кто там идет? Давай скорее. Кто там? Привет. Здравствуй. Будем с тобой знакомиться? Да. Меня Марианна зовут. Тебя еще пока не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Ласкуша зовут какая-то, да? Ласкуша? Да. Как вы думаете, как ее зовут? Как ее зовут? Да. Вот я ее... Я сначала ее в родах хотела назвать. Так как я тебе подхожу, женщина? Ну, записи. Да, чуть-чуть. Не переживайте. Моя хорошая. Она общительная у вас. Вы будете гулять со всеми, будете знакомиться. Мы уже и с собакой познакомились, со всеми людьми, с колясками. Ей все нравится. Держите. Ага. Как тебя зовут? Маляшка, скажи я пока, да? Пока Маляшка. А там? Выберем. Все, Маляха, вот так. Едем домой, тебе сказано. Значит, домой. Да. Слушайся, хозяйку. Да. Кушать надо, потому что вечер уже. Ну, все. Тогда сейчас говорим вам пока. Доброй дороги, доброй жизни. Будем на связи. Берегите друг друга, наверное. А, наверное, это не конец видео. Бармалея, когда отправлю, тогда будет конец видео. Вот. Все. Пока, малышка. Пока, пока, пока. Маляшка, пока. Веди себя хорошо. Будьте мне с этим. Так, а это сладкий выкуп за Маляшу. У нас, в общем, сегодня так принято. Сладкий выкуп для сладкой жизни. Мы сегодня так вот это делаем. Спасибо большое. Сейчас пойдемте покажу. Идь. Вот кофе и конфетки. Это выкуп был за Масю с Сихоном, а вот это там за Бусю. Там тоже конфетки. Так что вот так у нас, девочки, бесплатные санчасти ждите. Свои сладкие подарки. Время практически 23 часа. Отправление поезда в 23.20. Наш Бармалеюшка, конечно, переживает, нервничает. Поел. В туалет пока не сходил, но поел. Очень шумно. Очень много звуков, людей, движения. Он не понимает, что происходит. Поэтому долго снимать не буду. Желаем тебе, Бармалею, хорошей жизни. Будь счастлив. Береги своих новых хозяев. Они пусть берегут тебя. Легкой дороги удачной. Это вещи Бармалея, пеленки, еда, кормушки и так далее. Водичка. И все, будем ждать приветов из дома. Сегодня ты шестой, кто отправляется домой. И тебе еще ехать 15 часов почти. Так что, друзья, держим кулачки максимально крепко за каждого из тех, кто уехал сегодня. Ну, и особенно за Бармалею у него самый трудный путь сегодня. И он молодец. Большой-большой умничка. Все, с миру по нитке. Каждому животному стать домашним. Быть счастливым и любимым. Все, Котя наш поехал. Замечательные проводницы его будут сопровождать. А ты, в виде себя хорошо. Кушай много, какай мало. Домой приедешь, покакаешь. Все, будьте умничкой. Счастливой дороги и счастливой жизни. Видимо, суеверный поезд. 12-й вагон. Следующий 14-й. 13-го нету. Бармалея едет в суеверном вагоне. На, точнее, в суеверном поезде, в котором отсутствует 13-й вагон. Всегда волнительно отправлять кого-либо вообще. Знакомых, друзей, животных. Особенно без сопровождения. В сопровождении проводников, так тем более, это вообще, ну, вот, самый волнительный момент отправления животных поездом. Поверьте. Ничего более волнительного в плане животных. Бежишь на этот вокзал, торопишься, успеваешь, попаздываешь. Когда как. Ну, все, хватит полтовни. Это второе дыхание вечернее. Бармалеюшка у нас едет в 14-м вагоне. Вот, где-то там его купе. Его отнесли, заселили. Доброй ночи, солнышко рыжее. Свети всем ярко, долго-долго. И ласково-ласково. Все. Целуем и обнимаем, провожаем поезд. Отправляясь, по традиции, проводим, как он уедет, и уходим. Отправляясь, по традиции, проводим. Друзья, наша программа «Максимум» на сегодня с вами выполнена. Всех отправили, всех передали в надежные руки. Всех проводили. Вот там еще, вдалеке, видно, как едет поезд Бармалео. Бармалео, удачной тебе пути. Спасибо всем большое за поддержку. Спасибо всем большое за репосты, за информационную помощь, благодаря которой вот эти бездомные хвосты из Смоленской области отправляются иногда просто в разные точки. Пока не мира, можно сказать, но как минимум нашей страны. Держим кулачки за всех. Доброй всем ночи. Теперь всем отдыхать. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok